Мигранты на белорусской границе под контролем белорусских силовиков теперь разбили лагерь у границы с Литвой. На этом видео спящего в спальном мешке мигранта кусает овчарка литовских пограничников. Около десятка мужчин, предположительно из Ирака, разбили лагерь между белорусскими и литовскими пограничными постами поздно вечером во вторник. Это программа «Утро» на канале «Настоящее время». Мы выходим в эфиры студии в Киеве. Меня зовут Алексей Александров. Здравствуйте. Наша трансляция доступна в Фейсбуке и на Ютубе. Если смотрите нас там, ставьте лайк нашей программе. Так нас увидит больше людей. Ну а ко мне присоединяется Оксана Думская. Оксан, правда ли, что литовским пограничникам вот за этот инцидент на границе пришлось еще и объясняться? Да, Леш, из-за того, что собака покусала человека, и это видео вчера активно показывали белорусские государственные телеканалы, в пограничной службе Литвы инцидент признали. Там заявили, что пограничники не видели лежащего в спальном мешке мигранта из-за ярких фонарей. Ими светили белорусские силовики. Как только кинолог понял, что служебная собака кусает человека, ее оттащили. Группа мигрантов разбила лагерь в нейтральной зоне между Белоруссией и Литвой. Туда их привели белорусские силовики. Фактически, мигранты вторглись на территорию Литвы на два метра. Литовские пограничники людей оттеснили обратно в Беларусь. Польша не признает никаких договоренностей между канцлером Германии Ангелой Меркель и Александром Лукашенко. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, Варшава будет реализовывать только те соглашения, в которых непосредственно принимает участие. А то, что решается, цитата, над их головами, признаваться не будет. По словам Дуда, об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером. И удивился, почему Ангела Меркель вообще разговаривала с Лукашенко, с которым после фальсификации выборов в Беларуси переговоры никто не вел. Но президент Германии в разговоре настаивал. Звонок был необходим, чтобы продемонстрировать жесткую позицию Берлина и убедить Лукашенко отказаться от атаки на границе ЕС, сказал Дуда. Разговор Дуды и Штайнмайера проходил во вторник, после первого телефонного разговора между Меркель и Лукашенко. Накануне они поговорили еще раз. Польша не признает никаких договоренностей, которые, как говорится, будут приняты над нашими головами. Единственными договоренностями, которые будут иметь обязательную силу для Польши и польских властей, будут только те договоренности, которые принимаются нами самими. Мы – суверенное государство, которое имеет право решать за себя, и мы будем всегда защищать это право. Украина может привлечь Евросоюз для укрепления границы с Беларусью из-за миграционного кризиса. Такую возможность во время телефонного разговора обсудили президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула Фандерляйн. По данным Переслужбы Офиса Зеленского, украинский президент проинформировал главу Еврокомиссии о шагах, предпринимаемых Украиной для усиления безопасности на границе с Беларусью, и обсудил возможную причастность ЕС к обустройству границы. Ранее в соседней из Беларуси области МВД Украины направила дополнительно 8 тысяч военных и полицейских. В ближайшее время вблизи приграничной территории с Беларусью силовики проведут масштабные учения, а местных жителей просят сообщать, если увидят чужаков в своих населенных пунктах. Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили критическое. Его необходимо незамедлительно перевести в мультипрофильную клинику. К такому выводу пришла группа врачей, которая посетила экс-президента по инициативе грузинского омбудсмена. Врачи установили, что Саакашвили действительно голодает 48 дней. Из-за стресса и отказа от полноценного лечения состояние его здоровья ухудшается, есть вероятность желудочного кровотечения, а выявленные диагнозы могут привести к эпилептическому статусу или коме. Тюремную больницу врачи считают неприемлемой для лечения Саакашвили. По их словам, она находится на стадии формирования. Там функционирует только часть медицинской аппаратуры, а на месте нет необходимых специалистов. Омбудсмен Грузии заявила, что направит вывод врачей в ЕСПЧ. Саакашвили объявил голодовку сразу же после задержания 1 октября в Тбилиси. Пообещал ее прекратить, если его на реабилитацию переведут в гражданскую больницу. Однако власти это делать отказываются. По словам президента страны Соломеза Робишвили, перевод бывшего президента в гражданскую клинику содержит множество угроз. В украинском Закарпатье вводят анонимную вакцинацию от COVID-19 впервые в стране. Услуга действует в первую очередь для тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации, а теперь намерен сделать реальную прививку. Во областном совете говорят, анонимность необходима, чтобы большая часть людей откликнулась на призыв о вакцинации. По данным местных властей, в регионе более 4 тысяч человек купили фейковые справки о прививке. Кроме этого, вакцинироваться могут и те, кто не хочет разглашать информацию о сделанной прививке по другим причинам, например, семейным или религиозным. Для вакцинации не понадобится указывать свои личные данные, можно придумать псевдоним. Но соглашение о вакцинации подписать все же придется. К этому часу у меня все новости. А вы, если смотрите нас на ютубе или фейсбуке, ставьте лайки нашей программе, чтобы ее видело как можно больше людей. Леша, что у тебя? Спасибо тебе, Оксана. В первой части программы мы расскажем, как Александр Лукашенко в обмен на разрешение мигрантского кризиса потребовал от Ангела Меркель признание и денег. И разбираемся, может ли он в попытках шантажировать ЕС перекрыть поставки российских газа и нефти в Европу. Ликование мигрантов в лагере вдоль белорусско-польской границы. Эту ночь там провели около тысячи человек. Видео опубликовало белорусское государственное агентство Белта. Агентство заявляет, что ликованием мигранты встретили новости о переговорах Меркель и Лукашенко. Исполняющая обязанности канцлера Германии вчера уже второй раз за три дня звонила в Минск. Информации о деталях этого разговора мало. Вот что говорят в пресс-службе Лукашенко. Касался разговор, как известно, о ситуации на границе Белоруссии со странами Европейского Союза. Подробно обсудив проблему беженцев, стороны пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении имеющихся вопросов. Еще меньше конкретики сообщила пресс-служба Меркель. Во втором телефонном разговоре с Александром Лукашенко канцлер Ангела Меркель подчеркнула необходимость обеспечить гуманитарную помощь и возможности для возвращения людей. Напомню, впервые с момента президентских выборов в Беларуси, которые Евросоюз и США не признали, кто-то из западных лидеров, ну то есть Меркель, позвонил Лукашенко во вторник. Лукашенко после разговора заявил, что сделал Меркель некое предложение, как можно решить миграционные кризисы. Сказал, что Меркель взяла паузу, чтобы обсудить вопрос с лидерами Евросоюза. В среду министр иностранных дел Эстонии Эва Мария Леймец заявила, что Лукашенко готов прекратить миграционный кризис в том случае, если Европа признает его легитимным президентом и отменит санкции. Пресс-секретарь Лукашенко это заявление опровергла. Было бы ниже достоинства президента Лукашенко поднимать в ходе разговора подобные вопросы или выдвигать подобные условия. Ни одного слова о санкциях и тем более о некоем признании в ходе разговоров сказано не было. Вчера вечером крупнейшая немецкая газета Bild раскрыла детали того разговора Лукашенко и Меркель, ссылаясь на собственные источники. Лукашенко, во-первых, требует признать его президентом, чтобы больше не было унизительного господина Лукашенко. Требует снять санкции ЕС против Беларуси, введенные в ответ на фальсификацию выборов, политические репрессии и пытки в Беларуси и после посадки самолета Ryanair и похищения Романа Протасевича. А еще Лукашенко требует, чтобы Евросоюз и в особенности Германия забрали половину мигрантов, которых Лукашенко привез в Беларусь. И требует оказать финансовую помощь Беларуси для строительства убежищ, поскольку, как сам Лукашенко говорит, он опасается еще большего потока беженцев через Беларусь и Европейский Союз уже из Афганистана. По информации Bild, Меркель в разговоре сохраняла жесткую позицию, но все же пообещала обсудить предложенное с руководителями страны Евросоюза. Также, как сообщает издание, Меркель не исключила предоставление финансовой помощи для строительства жилья для мигрантов. И еще о финансовой помощи. На сайте Еврокомиссии вчера появилось сообщение о предоставлении 700 тысяч евро для гуманитарной помощи мигрантам, застрявшим в Беларуси на границе с Евросоюзом. 200 тысяч евро из заявленной суммы, например, направят в Международную Федерацию Обществ Красного Креста и полумесяца, в том числе в Белорусскую Федерацию Красного Креста. К слову, Красный Крест в Беларуси обвиняли в причастности к классификациям президентских выборов в августе прошлого года. По данным независимых наблюдателей, не имеющая права заниматься политикой, гуманитарная организация привлекла тысячи людей для работы в избирательных комиссиях. Еще 500 тысяч евро будут распределены между другими гуманитарными организациями. На белорусско-польской границе возле Гродно мигранты сейчас находятся в трех разных локациях возле пункта пропуска Бурзги. В лагере, разбитом вдоль границы, в лагере в лесу и в ситуационно-логистическом центре, где им выдали матрасы и горячую еду. Температура воздуха в этом шелтере около 15 градусов. Группа мигрантов у границы координируют неизвестные люди в камуфляже. Это новое видео с границы. Польские пограничники утверждают, что это белорусские силовики. Интересно, что журналисты издания «Наша Нива» вчера посмотрели прямую трансляцию государственного белорусского канала «Беларусь-1», которую канал вел во время штурма границы во вторник. И на одном из фрагментов на фоне слышно голос. Журналистам говорят, не снимать людей в форме. Вот этот фрагмент, послушайте. А вот эти фото в своем твиттере опубликовала полиция подляжского воеводства Польши. Все эти предметы во время штурма границы мигранты бросали в польских силовиков, когда пытались прорвать границу Евросоюза. Накануне мигранты свою тактику изменили. Вместо попыток прорваться и атак на польских пограничников и полицию, они возле границы вставали на колени и просили у Польши о помощи. Причем взрослые в том числе использовали для этого детей, которые группой, стоя возле колючей проволоки и глядя на польских силовиков, кричали «послушайте что». Взрослые, конечно, снимали это на мобильные телефоны. Беларусь и Польша продолжают обмениваться обвинениями в использовании на границе светошумовых гранат. С польской стороны заявляют, что мигранты во вторник днем кидали в польских пограничников светошумовые гранаты, которые им выдали белорусские силовики. Беларусь же заявляет, что это польские пограничники применили против мигрантов светошумовые гранаты. Погранкомитет Беларуси даже направил Польше запрос. В Минске заявляют, что привлекут к расследованию международной организации. Применение гранат против мигрантов в Минске назвали вопиющим нарушением международных норм. Вот заявление обеих сторон. Без сомнений мы говорим, что белорусские власти вовлечены в раздачу светошумовых гранат, потому что просто на каждом углу их не купишь. Кто-то должен был дать их мигрантам. Обстрел светошумовыми гранатами безоруженных людей на белорусской стороне является вопиющим нарушением международных норм, в том числе прав мигрантов, ищущих убежище. И сейчас, как я уже сказал, Беларусь обещает привлечь к расследованию использования светошумовых гранат международной организации, но вот сейчас мы снова покажем вам Беларусь, но не границу, а центр Минска чуть более года назад. Беларусь обещает. Тогда ни о каком международном расследовании в Минске, конечно же, не говорили. Если светошумовые гранаты используют против мирных протестующих, госорганы страны, этого просто не замечают, ведь они же их и используют. Но вернемся к мигрантам. По официальной информации белорусских властей, в логистическом центре, где относительно сухо и тепло, находится только часть мигрантов, 850 человек. Кстати, распоряжение «Согреть и накормить мигрантов», как сообщает Белта, отдал лично Лукашенко. Подробнее о том, что происходит с мигрантами, расскажет Катерина Кочкина. В логистическом центре в Гродненской области разместили в основном семьи с детьми. Белорусские власти заявили, что людей в центре обеспечат матрасами, одеялами, подушками, одеждой, едой и водой, а также окажут медицинскую помощь. Один из детей, оказавшихся в центре, радовался, что сегодня ночью он не замерзнет в лесу. Ахмед рассказал, что больше всего боится за жизнь младшего брата. Ему всего год. Я не мог шевелить пальцами, потому что в джунглях было очень холодно. И я думал о брате. Если он умрет, что я буду делать? Возможно, я умер бы сегодня, но я пришел сюда, и сейчас моя жизнь спасена. Что будет дальше, я не знаю. Остальные мигранты, оказавшиеся в логистическом центре, надеются, что после этого их не отправят обратно на границу, а депортируют на родину. Об этом они говорят журналистам. А что происходит сейчас? Я не знаю, но мы поедем в мою страну. Домой в Ирак? Да, я поеду домой. Действительно ли белорусские власти депортируют мигрантов, неизвестно. Около 200 граждан Ирака попытались связаться с иракским посольством в России и запросить эвакуационный рейс. Пока в посольстве регистрируют всех желающих вернуться. По сообщениям иракских медиа, в четверг Багдад планирует отправить первый самолет. В логистическом центре находится чуть меньше тысяч человек. Всего в лесах, по данным польских властей, возможности перейти границу и оказаться в Евросоюзе ждут около 4 тысяч мигрантов. Часть из них разбила новый лагерь вблизи КПП. Польские пограничники отчитываются. Они продолжают отлавливать людей, которым удалось пробраться через ограждение, и отправляют их обратно. Было две попытки прорваться через границу. Одна возле КПП в Черемхе, где группа из 50 человек попыталась прорваться, но безуспешно. Ещё одна попытка была у КПП в Дубище-Церкевне. Там была группа из 100 человек, и около 40 прошли. Но их остановили и отправили обратно через границу. Власти Польши отмечают, что около 2 тысяч мигрантов под наблюдением белорусских силовиков собрали вещи и отошли от границы вглубь Беларуси. Оставшиеся у КПП люди сооружают стихийные лагеря. Прямо сейчас на польской стороне, не только на границе с Беларусью, работает наш корреспондент Юрий Бронюк и выходит на прямую связь с нами. Юр, доброе утро. Скажи, пожалуйста, где ты находишься и чем польские власти объясняют недопуск к границе прессы? И вообще, что говорят жители приграничных районов? Удалось ли тебе с ними поговорить? Здравствуй, Лёша. Мы находимся в городе Белосток. Мы и очень много других журналистов, да, как ты правильно заметил, которые ждут разрешения посетить зону чрезвычайного положения, как уже, наверное, знают многие наши зрители, небольшая территория границы, которая, соответственно, отделяет Польшу от, остальную Польшу от Беларуси, где-то 3 километра, где-то 6, она сейчас запрещена к посещению для журналистов, волонтеров и, в общем-то, всех, кто не имеет отношения к армии, полиции и пограничной службе. Единственное исключение для тех, кто помогает этим государственным службам работать в этой зоне, соответственно, тогда ты можешь попасть в зону действия ЧП, ну и, соответственно, местные жители. Но им, насколько я понимаю, запрещено производить там какие-то съемки. Вот, и сейчас главная проблема, что туда не могут попасть не только журналисты, но и, подчеркну, волонтеры, те, кто готовы предоставить гуманитарную помощь. Как, собственно, уже было сказано в нашем эфире, далеко не все беженцы сегодня провели ночь в логистическом центре под крышей, где им предоставили спальные принадлежности, еду и медикаменты. Очень большая группа мигрантов остаются на пограничном переходе Брусги-Кузница. Это порядка тысячи человек, они разбили там новый лагерь, собственно, они переместились с того места, где были до этого. Сложно сказать, по какой причине, но очевидно, что произошло это под контролем белорусских властей, по крайней мере, об этом сообщают польские наблюдатели. И сейчас эти люди опять вынуждены были жечь костры, спать в обычных палатках, в обычных спальных мешках, а волонтеры как раз хотели бы передать им специальные вот эти вот коврики, которые позволяют более комфортно провести ночь, как-то защититься от холода, который проходит от земли. Земля все больше и больше остывает, температура даже днем вчера не поднималась выше 4 градусов, а вот если верить прогнозу, то в ближайшие дни еще и должен будет пойти дождь. Соответственно, находиться на улице становится все опаснее для здоровья. И я хочу сказать, что параллельно тому напряжению, которое растет на самой границе, растет и напряжение в польском обществе, и далеко не все люди, которые находятся по эту сторону границы, в приграничной полосе, они готовы пустить мигрантов, несмотря на то, что большое количество людей выказывают поддержку и сочувствие. Я предлагаю послушать, что думают жители приграничных городов о кризисе на границе, который развивается прямо сейчас. Должен сказать, что я боюсь выходить на улицу. Есть общий страх. Когда я вижу по телевизору, как эти мигранты себя ведут, это меня шокирует. Это трагедия. Думаю, мы все чувствуем угрозу, потому что не знаем, как дальше будет развиваться ситуация. На границе до сих пор напряженная обстановка, и мы знаем, что закончится все может по-разному. Пока мы чувствуем себя в безопасности в городе, но кто знает, что произойдет потом. Мы не боимся этих людей, мигрантов. Мне кажется, власти не правы, что не пускают на границу ни журналистов, никого, ведь мы не знаем, что на самом деле происходит. Власти вселяют в нас страх. Не знаю, зачем они нас пугают. Возможно, если бы прессу допустили на границу, то журналисты смогли бы рассеять какие-то опасения местных жителей, но пока это невозможно. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и, соответственно, репортеры и волонтеры смогут попасть на границу, рассказать, что там происходит. Мы будем наблюдать за тем, как будут передавать гуманитарную помощь, в первую очередь медикаменты, а пока же мы можем наблюдать только за тем, что происходит в приграничной полосе. И, например, сегодня мы будем снимать очередные похороны мигранта, которые будет проводить местная мусульманская община. Это единственное, чем пока могут помогать беженцам, вот здесь, не нарушая вот этой вот границы, которую провели между пограничной территорией и, собственно, остальными районами Польши. Леша. Спасибо. Юрий Бронюк работает в приграничных к Беларуси польских городах. Юра, спасибо большое. Ну а сейчас вернемся к разговору, точнее, двум телефонным беседам Лукашенко и Ангелы Меркель. Белорусский политолог Валерий Крабалевич считает, что Евросоюз изменил тактику и решил начать диалог и даже торг с Лукашенко. По мнению Крабалевича, одна из целей, которые достиг Лукашенко, это отомстить своим соседям – Польши, Литве и Латвии. И вот как в Польше оценивают переговоры с Лукашенко, мы спросили у пресс-секретаря Министерства иностранных дел этой страны Лукаша Есины. Президент Польши Андрей Дуда накануне заявил, что Польша не признает договоренностей по решению миграционного кризиса, которые будут достигнуты без ее участия. И пресс-секретарь польского МИДа в интервью журналистам программы «Утро» объяснил, почему. Когда ты говоришь с диктатором, когда ты говоришь с лгавцем, когда ты говоришь с человеком, который уместил свою нацию в тюрьме, и всех журналистов, этот человек правды тебе не скажет, и с ним договориться по-нашему не надо. Потому что Лукашенко есть такой, как есть. Когда он услышал из Запада, что они хотят компромисса, что они будут с ним говорить, что он почувствовал, что они слабые, и доказал им, что он думает. Так гангстеры, как Лукашенко, ведут себя. Когда они смотрят, что другие слабые, доказают им, что они будут делать больше и больше. Ангела Меркель, когда позвонила Лукашенко, говорила к нему господин Лукашенко. И в ее речи потом он был тоже господином Лукашенко, не президентом. Легитимности никто не знает в Европе. Это не изменяется. Будут новые санкции, а не снимание санкций. Это поддержали тоже и немцы во время сессии Совета министров иностранных дел Евросоюза. Как бы это сказать, мечты Александра Григорьевича пока не исполняются. Никакого открытия нашей границы не будет. Только легальный переход через наши граничные переходы. Никаких коридоров. Варианты, которые мы поддерживаем, это когда мигранты вернутся домой. Мы поддерживаем и тоже в наших отношениях с Ираком, с Иорданией, с Либаном, с другими государствами Ближайшего Востока вариант репатриации. Если никакие страны Евросоюза, например, Германия, хотят взять этих людей до себя, это никакой проблемы для нас не делает. Но никаких коридоров открывается. Еще о действиях белорусских властей. Вчера стало известно о перекрытии одной из веток нефтепровода «Дружба». Именно по ней топливо через Беларусь поставляется в Польшу. Оператор «Гомельтранснефть» на трое суток ограничил прокачку нефти официально из-за внепланового ремонта. По нефтепроводу «Дружба» топливо поставляется из России на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, и по нему же нефть идет транзитом в Европу. Ранее Александр Лукашенко грозился перекрыть газопровод «Ямал-Европа» в ответ на введение Евросоюзом новых санкций против Беларуси. Правда, Владимир Путин плана Лукашенко не поддержал. В Кремле заявили, что перекрытие газопровода будет считаться нарушением транзитного контракта, и такой шаг только осложнит отношения Беларуси и России. Также с сегодняшнего дня Беларусь прекратит поставлять электричество в Украину. При этом причину прекращения поставок электричества белорусская страна не сообщает. Коммерческие поставки электроэнергии Беларусь возобновила меньше двух недель назад, 6 ноября, и планировала осуществлять их в течение всего месяца. Бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец сообщила агентству «Интерфакс», что решение прекратить поставки может быть связано с остановкой первого энергоблока белорусской АЭС. И сейчас к нашему эфиру присоединяется белорусский экономист Ярослав Романчук. Ярослав, доброе утро. Только что был у нас на связи Ярослав Романчук, как мне говорили, и вот ровно в момент, когда я с ним поздоровался, связь с ним пропала. Но вот пока у нас эта незапланированная пауза возникла, отвлекитесь, поставьте в Ютубе или в Фейсбуке нашей программе лайк, так наша программа сможет увидеть большее количество людей. Так работают алгоритмы социальных сетей, что чем больше там лайков, тем больше аудитории. Этот ролик показывается. Попробуем вернуться к разговору с Ярославом Романчуком через несколько мгновений. Мы еще попробуем вернуться к разговору с Ярославом Романчуком и поговорить все-таки о том, почему Беларусь прекращает поставки нефти и газа в Европу и прекращает ли их вообще. Ну а вы, если смотрите нас в Фейсбуке, как я уже сказал, поставьте лайк нашему эфиру. 9.27 на часа в Киеве, на час больше в Минске и Москве. Меня зовут Алексей Александров и ко мне присоединяется Оксана Думская, которая расскажет самые важные новости к этой минуте. Спасибо тебе, Леш. Ирак готовится вернуть из Беларуси более 300 своих граждан. А в России оштрафовали новую газету за отсутствие маркировки о биноагентах. Об этих и других новостях далее подробнее. Ирак намерен вернуть на родину 325 своих граждан, оказавшихся на границе Беларуси и Польши. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя МИД Ирака Ахмеда Ас-Сахафа. Ожидается, что самолет вылетит в Ирак уже сегодня. Сначала сделает остановку в столице Курдистана, а затем полетит в Багдад. По данным местных властей, на родину возвращаются те, кто обратились за помощью в иракское посольство в Беларуси. Сейчас они находятся в Минске в ожидании самолета. Будут ли в дальнейшем такие рейсы, неизвестно. Ранее Ирак приостановил полеты в Минске из-за кризиса на белорусско-польской границе. Российское издание «Новая газета» и ее главного редактора Дмитрия Муратова штрафовали более чем на 130 тысяч рублей, то есть почти 1800 долларов, за упоминание так называемых иноагентов без маркировки. Решение о штрафе вынес Басманный суд Москвы, который не уведомил редакцию о заседании суда и не сообщил о сумме штрафов. Причиной для наказания стало упоминание фонда борьбы с коррупцией и альянса врачей без пометки иноагент. Кроме этого, из-за отсутствия маркировки иноагента Роскомнадзор потребовал оштрафовать издание «Инсайдер» на 500 тысяч рублей, то есть почти 7 тысяч долларов. Как сообщает «Интерфакс», в Роскомнадзоре заявили, что в дальнейшем ведомство может потребовать блокировки издания. В российском городе Казань студенты отравились метанолом, перепутав канистру водки с незамерзающей жидкостью для автомобиля. Как сообщает следственный комитет, 13 жителей города возрастом от 18 до 22 лет праздновали день рождения. Они купили пятилитровую бутылку водки зеленого цвета со вкусом ириски и поставили ее в багажник. Там же находилась похожая канистра с незамерзайкой для автомобиля. Следком утверждает, молодые люди по ошибке взяли ее с собой, добавили в жидкость ароматизаторы и употребили. Студенты попали в больницу. Сейчас они находятся в среднем и тяжелом состоянии. В канистре с автомобильной жидкостью экспертиза обнаружила метанол. В бутылке с алкоголем его, по предварительным данным, не было. На эту минуту у меня все новости. Вы не забывайте про лайки утром в Ютубе и Фейсбуке. Это поможет другим людям увидеть нашу программу. Леша, что у тебя? Спасибо тебе, Оксана. Во второй части программы мы сейчас попробуем вернуться к разговору с Ярославом Романчуком. А еще расскажем о том, как и почему офис президента Зеленского сорвал одну из самых сложных операций украинской разведки. Расследование о том, как украинские спецслужбы готовили операцию по поимке бойцов ЧВК «Вагнера». Вчера опубликовали журналисты. Ну и вот возвращаемся к этой энергетической теме. Вчера стало известно о перекрытии одной из веток нефтепровода «Дружба», по которой топливо из Беларуси поставляется в Польшу. Оператор на трое суток ограничил прокачку нефти официально из-за внепланового ремонта. И по этому нефтепроводу топливо поставляется из России на белорусские нефтепрерабатывающие заводы. И по нему же нефть идет транзитом в Европу. И также с сегодняшнего дня Беларусь прекратит поставлять электричество в Украину. При этом причины прекращения поставок электричества белорусская страна не сообщает. Ранее Александр Лукашенко угрожал Европе возможностью перекрыть газопровод «Европа». И сейчас Ярослав Романчук, я надеюсь, снова присоединяется к нашему эфиру. Ярослав, доброе утро, на связи ли вы сейчас? Доброе утро, на связи. Давайте вначале поговорим о нефтепроводе «Дружба». Насколько, по-вашему, вероятно, что Лукашенко перекрыл его специально? В Варшаве уверены, что этот шаг – элемент гибридной атаки Минска, связанной с миграционным кризисом. Как думаете вы? Я не верю, что это случайная такая техническая операция, такого рода операции. Если они случаются, они каким-то образом верифицируются, по крайней мере, российской стороной. Но, судя по тому, что российская сторона тоже не была осведомлена и тоже не была нежидностью, я уверен, что это именно часть гибридной войны, часть гибридного давления на Европу для того, чтобы заставить Европу принять повестку дня Лукашенко. Что касается электроэнергии, то же самое. Это давнишний спор между Россией и Беларусью относительно того, поставлять или не поставлять энергоресурсы Украины. И в ситуации, когда Беларусь ввела БелАЭС, ей крайне необходимо торговать с Украиной и с странами Балтии. И когда она сама вроде бы отказывается от поставок выгодных себе в Украину, понятное дело, это делается под давлением Москвы. А вот если говорить про нефтепровод, насколько для Польши это важная ветка? Это как-то на экономику польскую сейчас может повлиять? Ну, я думаю, нефть, в отличие от газа, является таким уникальным товаром, который Польша поставляет, получает только из России. Но речь идет о международных контрактах. Если Польша не будет получать достаточно объемы нефти, это может привести к серьезным судебным последствиям для российских поставщиков. А это уже издержки прямой российских нефтяных компаний. Поэтому здесь вот этот ремонт неожиданно, и он не может длиться долго, 2-3 дня. Я так понимаю, демонстрация силы Александра Лукашенко, его независимого нрава. Но опять-таки это еще раз говорит о том, что даже все больше и больше Гремль убеждается в том, что Лукашенко не может быть надежным партнером даже в такой рискованной игре, как гибридная война с Европейским Союзом. Насколько вам вообще вероятным кажется сценарий, при котором Лукашенко действительно использует и нефть, и газ, и перекрытие газопроводов, и трубопроводов, вот именно использует этот инструмент, перекроет все для давления на Запад. Он может вообще это сделать самостоятельно от Кремля? Самостоятельно он давным-давно уже ничего сделать не может, но если он даже сделает как-то без согласования с Кремлем, я думаю, что он лишится последней опоры в лице Кремля и руководства России. Те его коммерческие партнеры, которые традиционно поддерживают его коммерческие схемы, тоже от него отвернутся, потому что это будет слишком токсично. И Россия, которая последний год буквально поддержит его проекты, она нейтрализует тот эффект, который имеет европейские санкции. Понятное дело, вынуждено будет оказать нам еще больше давления, либо уже перейти в режим гибридного давления на самого Лукашенко. Ярослав, а расскажите, что вообще сейчас происходит с белорусской экономикой? Вот весь этот мигрантский кризис, это иллюстрация того, что действительно четвертый пакет санкций по экономике очень ударил, и Лукашенко добивается его отмены? Вы знаете, если судить по макроэкономическим показателям и вообще по тому, как сделаны были санкции, то на самом деле белорусская экономика не сильно их почувствовала. Темпы роста где-то 2,5% ВВП. Сбалансированный торговый баланс, выполненный бюджет, стабильный курс, рост заработной платы даже присутствует, относительно стабильность валютного курса. Поэтому здесь говорить о том, что какая-то особое напряжение в белорусской экономике наблюдается, нет. Лукашенко понимает, что то, что он делает сейчас, он делает против последствий санкций, которые предступят в силу с декабря и января. Вот тогда будет действительно больно. И тогда аргументов для белорусского народа, для тех людей, которые его сегодня поддерживают в стране, хотя не активно, но тем не менее пассивно, уже не будет. Потому что вот тогда начнется настоящий кризис. И действия сегодня с мигрантами, перекрытие труб, это для того, чтобы в 2022 году ему не было очень больно. Поясните нашим зрителям, речь про пятый пакет санкций уже, и вообще почему станет больно? Четвертый пакет санкций сделан так, что секторальные санкции, связанные с нефтепродуктами, калийными удобрениями, вступят в силу в конце 2021 года, в 2022 году. И есть такая хитрая уловка после окончания действия 9 заключенных контрактов. Когда это, мы до конца не понимаем. Пятый пакет может быть очень болезненным, но вот даже на этапе его обсуждения мы видим, что даже отдельные страны пытаются вывести из-под него Белавия, национального авиаперевозчика Белоруссии. Так что здесь вот с Россией Лукашенко уж точно воевать не будет, потому что единственная страна, которая может помочь ему пережить санкционный период, это Россия с ее инфраструктурой, с ее компаниями, с ее сетевыми возможностями сбыта белорусских товаров. Спасибо вам большое. Ярослав Романчук, белорусский экономист, был гостем нашего утреннего эфира. Ярослав, спасибо, что нашли время. Спасибо. Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что эта ситуация, идея цієї операции, это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально затягивали в это вопрос, это правда. И то, что этого не случилось, еще раз проводячи параллель с тем, что случилось в Беларуси, я считаю, слава Богу. Это президент Украины Владимир Зеленский прошлым летом впервые комментирует сорванную спецоперацию по поимке бойцов частной военной компании «Вагнера», которые в том числе воевали на Донбассе против украинской армии. Тогда украинский президент уверял, что это была спецоперация других стран, а Украину в нее втянули, и добавлял, слава Богу, что она не состоялась. Однако журналисты-расследователи группы «Беленкет» и издания «Инсайдер» вчера опубликовали расследование, в котором утверждают, спецоперацию с самого начала готовила украинская разведка вместе с СБУ. Президент Зеленский знал о каждом этапе операции, а финальный план ее реализации подписал министр обороны Украины. Однако операция сорвалась из-за политических решений украинской власти. Журналисты отследили весь ход операции по поимке российских наемников, воевавших на Донбассе на стране вооруженных сепаратистов. Украинские разведчики под видом охранной компании нанимали на работу ранее воевавших россиян, якобы для охраны нефтяных вышек Роснефти в Венесуэле. Причем в этой спецоперации принимал участие в том числе бывший сотрудник российского ГРУ. Его украинская разведка завербовала. Боевики сами присылали свои резюме, в которых рассказывали об участии в боях на Донбассе по Деловайскому и Дебальцево, о причастности к крушению украинского транспортного самолета над Луганском в 2014 году, когда погибли 49 украинских военных на борту, и о роли России и российских кураторов в конфликте на востоке Украины. Под видом найма на работу украинские разведчики создали базу из сотен признаний и доказательств участия России в боях на Донбассе. Из кандидатов на работу отобрали тех, у кого было больше всех свидетельств о военных преступлениях, и по плану нанятые военные должны были вылететь в несуществующую командировку из Минска в Стамбул. А в небе над Украиной самолет планировали экстренно посадить, якобы из-за угрозы взрыва на борту, и задержать тех боевиков. Однако буквально за день до выезда группы в Минск в офисе президента Украины попросили разведчиков операцию отложить на неделю. Из-за промедления операция, которую готовили годами, сорвалась, а боевиков вместо украинских спецслужб задержали спецслужбы белорусские. В экстрадиции сотрудников ЧВК в Украину Беларусь отказала, они вернулись в Россию, и теперь все они на свободе. Согласно расследованию, офис президента Украины просил отложить операции по поимке вагнеровцев, чтобы не сорвать договоренности Украины с Россией об очередном режиме прекращения огня на Донбассе. И здесь нужно объяснить, что таких режимов тишины за все время боев к тому моменту насчитывалось уже более 30, и все они были малоэффективны и нарушались в среднем через месяц после вступления в силу. Например, за 4 месяца после объявления режима прекращения огня весной 2019 года погибли 49 украинских военных, более 300 были ранены. Режим прекращения огня, объявленный в период финальной стадии операции по поимке вагнеровцев, также был вскоре нарушен и до сих пор не соблюдается. Подробнее о срыве спецоперации, оправданиях и обвинениях украинских политиков в сюжете Ольги Бешлей. В ночь на 29 июля 2020 года спецслужбы Беларуси задержали под Минском более 30 российских граждан наемников так называемой частной военной компании Вагнера. Следственный комитет Беларуси заявил, что подозревает их в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов. Я смотрю на реакцию уже россиян, они уже оправдываются, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по горячим следам заявил, что подозрение белорусских властей – инсинуация. Изучив список задержанных, журналисты Радио Свободы быстро выяснили, что как минимум 18 человек из этого списка ранее участвовали в боевых действиях на востоке Украины. 5 августа президент Украины Владимир Зеленский лично попросил Александра Лукашенко выдать Украине 28 из 33 задержанных. Но Беларусь отказалась и вернула наемников в Россию. Вскоре появилась информация, что прибытие наемников в Минск было спецоперацией украинских спецслужб. Сначала об этом сообщала российская газета «Комсомольская правда», а затем украинское издание «Цензорнет» со ссылками на источники рассказало, что наемники были завербованы в России для выполнения задания за границей. Операция украинских спецслужб по вербовке и выманиванию наемников длилась более года и должна была завершиться перелетом через Минск в Украину, где украинские силовики планировали арестовать людей, которых они подозревают в преступлениях на востоке Украины. По данным издания «Цензорнет», операция провалилась якобы потому, что представители военной разведки Украины и СБУ известили о ней офис президента Украины. Президент Зеленский приостановил операцию, сроки ее выполнения сместились, а потом наемников задержал КГБ Беларуси и выдал России. 18 августа журналисты Украинского пятого канала опубликовали записи телефонных разговоров. Как утверждается, на них сотрудник СБУ вербует наемников из ЧВК «Вагнера», выдавая себя за нанимателя охранников для работы за границей. Предполагаемые наемники, отвечая на вопросы вербовщика, в деталях рассказывали о своем боевом опыте в составе пророссийских сил в Донбассе. Мы участвовали в освобождении Луганска, аэропорта Луганский, Кричеватая, Комиссаровка, Орвенки. То есть я там работал уже как командиром завода по ПЗРК. Я понял. 27 августа президент России Владимир Путин рассказал свою версию случившегося. Вскоре украинские журналисты выложили в открытый доступ новые доказательства, другие вербовочные интервью и документы, включая полные копии авиабилетов наемников. Авиабилеты стали первым доказательством реальности операции, которое можно было проверить. Уже в сентябре 2020 года в Украине завели несколько уголовных дел в связи с провалом операции по задержанию вагнеровцев. Но на вопрос, кто сорвал спецоперацию по задержанию наемников, весь год пытались ответить украинские журналисты и журналисты иностранных изданий. Насколько мне известно, команду отменить, перенести операцию, это было все равно однозначно провалу, это дал Ермак, президент Зеленский поддержал его решение. Андрей Ермак – это руководитель офиса президента Украины. Он утверждал, что не предлагал переносить операцию. В сентябре 2021 года американский телеканал CNN публиковал свое расследование. По информации журналистов, украинским спецслужбам в подготовке спецоперации помогало ЦРУ. Президент Зеленский факт операции впервые подтвердил только 25 июня 2021 года, но добавил, что идея такой операции принадлежала другим странам, не Украине, а Украину якобы, цитата, «максимально затягивали в этот вопрос». 15 ноября Временная следственная комиссия Верховной Рады заявила, что не нашла доказательств причастности президента Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака к отсрочке спецоперации. Ольга Бешлей. Настоящее время. Расследователи «Инсайдер» и «Беленкэт» запрашивали комментарии у главы офиса президента Украины Андрея Ермака и самого президента Владимира Зеленского, однако на их запросы так и не ответили. Вчера расследование прокомментировал советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Он сообщил, что в офисе президента расследование не воспринимают всерьез, поскольку расследователи делают свои выводы из слов разведчиков и сотрудников других спецслужб, которые уже находятся в отставке. Подоляк добавил, что глава офиса президента Андрей Ермак отвечал за договоренности о прекращении огня на Донбассе, но приказы разведки отдавать не мог, потому что это находится вне его компетенции. Главный редактор «Инсайдера» Роман Доброхотов такие объяснения назвал неубедительными. По его мнению, сбрасывать со счетов версию, что сотрудников ЧВК задержали в Минске после слива из Киева, не стоит. Мне эта история с перемирией тоже кажется не очень такой убедительной, потому что перенесли не на неделю. Почему вдруг за два дня до подписания перемирия этот захват вагнеровцев был так политически опасен, а через три дня после подписания, то тогда уже это не опасно для перемирия. Есть еще гипотеза, которую никак сейчас, наверное, не подтвердишь и не опровергнешь. Ермак или Зеленский или кто-то еще из тех, кто способствовал решению отменять эту операцию, изначально подразумевали сценарий, что если они сообщат сейчас Лукашенко о том, что на территории Белоруссии есть опасные вагнеровцы, которые сейчас революцию в Белоруссии будут делать, то благодарный Лукашенко им сам этих вагнеровцев отдаст. И тогда и с Россией Украина не поссорится. И наоборот, Лукашенко удастся поссорить с Путиным. В общем, все тогда будет в шоколаде. Но тот факт, что надеяться на выдачу вагнеровцев было глупо, не означает, что такой сценарий никто в своей голове не продумывал и на него не надеялся. Поэтому я такую гипотезу со счетов бы сбрасывать тоже не стал, но ее очень сложно проверить. То есть как-то понять, был ли звонок из Киева в Минск, тем более, если это будет официальная линия правительственной связи, это проверить практически невозможно. А сами они, если не звонили, то никогда не скажут. Почему операция по боюнке вагнеровцев сорвалась в Украине, даже расследовали. Парламентская следственная комиссия вины украинского президента и главы его офиса в срыве спецопераций не нашла. В отчете комиссии говорится, что Зеленский операцию не отменял, а глава его офиса, Ермак, не имеет полномочий влиять на ход таких операций. Несмотря на то, что украинским спецслужбам не удалось задержать россиян, воевавших на Донбассе, Роман Доброхотов в эфире программы «Вечер» вчера восхитился профессионализмом украинских разведчиков. Раскучивался весь этот клубок. У меня было ощущение, что после этого я уже не смогу смотреть никакие сериалы на HBO типа «Хомленда», потому что это все очень скучно по сравнению с тем, что было на самом деле. И я, честно говоря, при всем уважении к украинским спецслужбам, я не ожидал такого уровня крутизны и такой сложной спецоперации. Ведь она не просто была придумать, она в течение года ее реализовывали при обстоятельствах полной секретности. ФСБ так ничего не распознала. Более того, там были забавные моменты, когда сами вагнеровцы звонили своим кураторам из ФСБ и спрашивали, ну вот мы тут отправляемся в Венесуэлу охранять объекты нефтяные у Роснефти. И те кураторы говорили, конечно, конечно, да, мы слышали тоже, что в Роснефти сейчас набирают людей в охрану, езжайте. То есть так все срослось, что получается, что даже ФСБшники ничего не заподозрили. Это очень сложно организовать. И тем более жалко, что операция просто, вероятно, из-за каких-то внутренних интриг не была доведена до конца. Ну и кроме того, Роман Доброхотов считает, что именно украинская спецоперация по поимске российских наемников, ну так сказать, вдохновила Александра Лукашенко на спецоперацию с принудительной посадкой самолета и задержанием Романа Протасевича в Минске в мае этого года. Я почти не сомневаюсь, что Лукашенко придумал историю с Протасевичем или его спецслужбы придумали историю с Протасевичем именно в тот момент, когда узнали о том, каков был план украинских спецслужб, вдохновились им, подумали, что это очень классная идея и решили его использовать. И прямо скажем, у них получилось довольно успешно. То есть то, что они хотели реализовать, они реализовали. Просто это со знаком минус, да, они взяли оппозиционного активиста и сделали из него такого пропагандиста, запугав его, арестовав. А украинцы пытались сделать то же самое с другим знаком, арестовать военных преступников. И, конечно, я думаю, что международный резонанс был бы совсем другой, если бы 33 человека со всеми доказательствами участия военных преступлений. В том числе был сбит, например, транспортный самолет «Ан», в котором погибло огромное количество украинских военнослужащих. В том числе среди них были важные свидетели по делу о сбитом «Боинге» и так далее. Там Лавайский котел, другие такие моменты очень болезненные для Украины. Вот эти люди участвовали во всем этом. Я думаю, что их арест имел бы совсем не такой резонанс, как история с Протасевичем. Но вот этому не суждено было сбыться. И сейчас к нашему эфиру присоединяется Юрий Бутусов, главный редактор издания «Цензорнет», издание, которое одним из первых сообщило о срыве спецопераций по поимке боевиков «Чевака Вагнера». Юрий, доброе утро. Доброе утро. Давайте вот к, собственно, версиям, которые озвучиваются, о срочке спецопераций по причине договоренностей о перемирии на Донбассе. Вы вот эту версию считаете правдивой? Ну, я, в принципе, с самого начала писал, что эта отсрочка – это был исключительно повод для того, чтобы сорвать эту спецоперацию. И в расследовании Беллингкет так и сказано, что президента Украины предупредили о рисках, что операция будет расшифрована. А насколько это, по-вашему, весомый аргумент для того, чтобы такую спецоперацию, которая готовилась несколько лет, отменять или переносить? Ну, это мы видим сейчас, что такое могло быть сделано только благодаря сотрудничеству, к сожалению, со спецслужбами противника и нежеланию ссориться с врагом во время войны. Ну, это как бы выглядит, звучит это как полный абсурд. То есть у нас там пленные, заложники, сотни людей сидят в тюрьмах, идет война, идут обстрелы, и вдруг кто-то говорит, ну, а давайте там, чтобы не усугублять, давайте мы все-таки в ответ не будем брать в плен российских террористов и вернем их в Россию. Ну, честно сказать, как даже с точки зрения формальной логики, это все объяснить рационально просто нельзя. Это должен объяснять уголовный кодекс. Ну вот Доброхотов в интервью нам говорил, что не исключает вероятность слива спецопераций, информации о сливе из Киева в Минск. В расследовании вообще не говорится, как спецслужбы Беларуси, например, узнали о боевиках ЧВК Вагнера. У вас есть ответ на этот вопрос? И вообще вы можете допускать, что у Беларуси или у России была информация об этой спецоперации? Первое. У нас есть уже заключение временной следственной комиссии Верховной Рады, есть Беллинкет. Никаких данных о том, что спецоперация, скажем, могла быть передана какая-то утечка информации, нет. Более того, Беллинкет на самом деле, сейчас анализируя документы, говорит, что те материалы, которые передавались насчет того, что якобы могли быть утечки, это все недостоверные материалы. Поэтому я думаю, что мы видим расследование, которое, как авторы Беллинкет отмечают, они не получили всей информации. То есть Беллинкет — это не украинская контрразведка, это не государственное бюро расследований, не генпрокуратура. Офис президента отказался на протяжении года давать какие-либо комментарии Беллинкету. Поэтому роль украинской власти, ее мотивация, ее решение, Беллинкет не смог проверить, о чем говорят авторы. Они не проверяли ту информацию, для проверки которой у них не было данных. Они просто достоверно установили, что вот была разведоперация, что она происходила, что она была эффективно организована, что признаков утечки до 24 июля, до момента проведения совещания в офисе президента, на который эту операцию перенесли, никаких нет. То есть Беллинкет на самом деле очень четко показал, что надо искать в Украине. Это должны делать украинские правоохранительные органы, предателей. Надо искать предателей. Юрий, а тогда давайте разберемся, почему же все-таки вот этих вагнеровцев задержали в Минске. Да, это был предвыборный момент перед выборами президента в Беларуси. Да, Лукашенко, конечно, был очень нервным. Но как вообще белорусские силовики узнали о том, что у них в гостинице есть 33 или 34 человека из России, это военные? Теоретически можно узнать все, что угодно, но на практике, смотрите, их задержали 29 июля, а у них перебронированы билеты на 30 июля. Они на следующий день должны были улетать. Выборы в Беларуси были через 10 дней. О каких вообще помехах выборов может идти речь? Это был просто предлог. Как люди, которые улетают из страны, могут повлиять на выборы, которые будут через какой-то срок? Ну, никак не могут. Да, собственно, поэтому интересно понять, почему их вообще решили задерживать? Как узнали о том, что они там находятся? Естественно. То есть кто-то быстро подал сигнал, и людей, которые не участвовали ни в каких митингах, не вели никакой деятельности, даже не выходили на улицу, этих людей вдруг покоют под каким-то первым попавшимся предлогом. То есть кто-то дал информацию, но эту информацию дали не тогда, когда они въезжали, потому что на границе их проверили и пропустили, а эту информацию дали, когда они уже были в Минске. То есть в этом и есть предательство, о котором я говорю. Я хочу обратить внимание, что всё, что сказано в Берлинг-Эт, полностью соответствует тем материалам и тем статьям, которые я пишу с самого начала про это дело. То есть моя информация о деле, которую я впервые написал 18 августа 2020 года, Берлинг-Этом расследованием подтверждается. А вот как раз всё, что говорил офис президента, значит, более года, всё это опровергается. И операция, оказывается, была, и Гурмо проводил, и абсолютно это было всё чётко выверено, и детально. И действительно, Ермак дал команду на отмену. И Зеленский был в курсе. Так я об этом всём писал сразу. Но мне говорили, что это фейк, и расследование не надо проводить. Это правильно, Юрий. У нас остаётся около 40 секунд. Правильно ли я понял, что вы уверены, что информацию о наличии этих боевиков в Минске, в Минск силовикам передали из Киева, из Украины? В этом нет никаких сомнений. И более того, я хочу сказать, что Берлинг-Эт просто расследовала один провал украинских спецслужб в этот период. А на самом деле, мы знаем сейчас о ситуации с террористом Палычем, с другими ситуациями, с нападением на группу шведа, с другими историями. И этих провалов, это была серия. Это была одна из цепочек провалов украинских спецслужб. То есть спецоперации проваливались, потому что в Киеве, к сожалению, сидит российская агентура. И расследование Берлинг-Эт только еще больше дает оснований для этой версии. Спасибо вам за все, что вы сейчас рассказали в нашем эфире. Юрий Бутусов, главный редактор издания «Цензор.нет» был с нами на связи. Ну а сразу после нашей программы смотрите документальный фильм «Новое» об одном из первых независимых СМИ, появившихся после распада Советского Союза. И в современной России «Новая газета» это уже одно из последних независимых СМИ. Ее вчера, кстати, оштрафовали почти на 2000 долларов за упоминание так называемых иноагентов без маркировки. Семь журналистов «Новой газеты» за годы ее работы были убиты, в их числе Анна Политковская и Наталья Истемирова. Главный редактор «Новый» Дмитрий Муратов в этом году получил Нобелевскую премию мира. «Новая газета» Документальный фильм «Новая газета» далее в эфире. Ну а это была программа «Утро». Меня зовут Алексей Александров. А вы подписывайтесь на наши соцсети. Все наши выпуски есть на YouTube-канале «Настоящее время». Там ставьте лайки в программе «Утро». А еще посещайте сайт currenttime.tv и оставайтесь на канале «Настоящее время». Хорошего вам четверга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова